Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мария, как выйти на внутренний диалог со своим истинным я? Я хочу узнать, какая я состоящая. Без стандартов, навязанных обществом, пытаюсь поговорить с собой, узнать, что я хочу, но что скрыто поддохнуть? Хочу понять, что я все-таки из себя представляю, какова вам истинная цель? Ну, мне кажется, что он, во-первых, самостоятельно сделать это без психолога, мягко говоря, сложно, потому что вы находитесь в, ну, вот, действительно, в этой позиции, что так нужно. То есть, что такое «так нужно»? Да, что это такое «так нужно»? «так нужно» — это концепция, вот, это привычная такая вот модель поведения. И, как по естественному, вы не откажетесь от нее, потому что, как бы, ну, а что дальше, да? Ну, вот, я вот не откажусь, а что потом? Это страшно, вот, и факт, что вы заметите, что вы, ну, как бы, продолжаете быть в этой концепции. Я вам даже скажу больше, что вполне возможно сама, сама вот эта идея, идея о том, чтобы понять, какая я, сама, сама эта идея появилась в результате как раз-таки какой-то концепции. То есть, это вот, ну, есть такое ощущение, что вы, нужно просто хотите raft, да, хотите, в принципе, ну, что в принципе, ну, являлось бы, чем-то, ээээ чем-то А мне кажется, что это нужно делать не умом, а не разумом, самым сталом. Наш разум, он все-таки, наверное, больше отвечает за, как раз таки, самый концепт. А чувства, чувства, это как раз таки в большей степени история про... Ну, про то, чего вы хотите. Только никто не говорил, никто не говорит точно о том, что он при столкновении со своими счетами... А вам как-то вот будет легко и хорошо. То есть, вот никто об этом не говорит и не скажет на самом деле, потому что это серьезно, как бы серьезный вид. И на мой взгляд, ну, на мой взгляд, то, что вы делаете, вы просто саботируете. Как бы, возможно, своего изменения, потому что вы пытаетесь это сделать одна. Вам никто не даст обратные связи. А человек, он как бы, ну, в этом смысле, существо социальное, в этом смысле. Человек существует социальное и, как бы, ну, без обратной связи, как бы, ну, что-то сделать, ну, весьма сомнительно. Да, да, то есть, как бы, весьма сомнительно, что вы сможете что-то сделать самостоятельно. Вот. Потому что слишком долго вы жили в определенных парадигмах. Вот. Вы даже говорите, как бы, здесь, вот, в том контексте, что он, вот, хочу узнать, какая моя, ну, истинная цель. Почему вы думаете, что он, что цель одна, допустим? Зачем, зачем вам знать свою цель? Как бы, ну, какие эпизоды, да, ну, в вашей жизни привели вас к тому, чтобы вы, вот, решили как-то, вот, начать менять. То есть, это вот все такие очень важные моменты, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. А почему, да, почему так? Как раз потому, что это и есть, это есть изменения. То есть, это и есть те, те самые перемены, это и есть те самые, вот та самая связь с самим собой, скажем так. А то, как вы говорите, что, вот, там, сейчас я, вот, там, грубо говоря, со своим истинным я пообщаюсь, да, и вот, как бы, и все будет хорошо. Это немножко позиция, как бы, но она, она деструктивная эта позиция, к сожалению. Вот, потому что, ну, в этом, в этом смысле, у человека может быть очень много «я», очень много. Они могут быть разные, они могут друг другу, там, противоречить, и это нормально. А вы можете в этом забудутся, потому что это такой вот, ну, хаос, хаос. То есть, это выглядит, как хаос, это смотрится, как хаос. На самом деле. Вот. И, в этом смысле, вам просто очень, очень тяжело, ну, как бы, через это вот проходить. Поэтому, я думаю, что вы поставили сейчас вопрос свой. Таким образом, вы поставили вопрос, таким образом, а что, по сути дела, задача кажется, ну, ну, недостижимой. Вот. Хотя это, на самом деле, не так. Да? Вот. Но если говорить о том, как можно, как бы, повысить уровень, вот, скажем так, внимание к себе, да, если как-то об этом мы говорим, то я бы предложил следующее. Я бы предложил вам позамечать свои чувства по отношению к другим людям. Вот именно свои чувства позамечать. То есть, какие чувства у меня вызывает, ну, тот или иной человек, например. Вот назовите, там, к примеру, пять чувств, вот пять, пять своих переживаний. Вот. Ну, и посмотрите на то, как вы сможете это выразить. Как вы выражаете. Вот. И выражаете ли... Выражаете ли вообще? Вот. Ну, вы достаточно быстро можете прийти к такому выводу, что... Либо вы не выражаете, либо вы не замечаете, либо вы... Вообще, вообще в себе столько не найдете. То есть, ну, это, правда, не очень легко. Пять чувств? Пять. Ну, по отношению, да, к кому-то. По отношению, там, к вашей паре, если она есть, к вашим родителям, к вашим близким, к вашим друзьям, знакомым. Вот. Не найдете? Не найдете? Не найдете? Хорошо, если одно чувство будет. Хорошо, если два будет. Ну, две будут эмоции. Все. Вот. Почему так? Потому что остальные чувства, они вытесняются. Неудобно. Или вы, там, скажете, что вот, там, грубо говоря, на одного человека я, там, к примеру, злюсь. Ну, допустим, я злюсь на него. Вот. И что мне с этим делать теперь? Вы можете сказать. То есть, ну, вот я злюсь на человека, да? И что мне его, типа, убивать, там, или... Вот. Или что? Понимаете? Вот. То есть, это... Страшно. Это страшно. И я вас понимаю, поэтому нужна поддержка. Нужна поддержка вам. Вот. Нужно, чтобы вы были, ну, чтобы вы были не одна. Ладно. Нужно, чтобы у вас был кто-то, чтобы, вот, кто-то вас, ну, поддерживал. Вот. Кто-то, чтобы кто-то дал обратную связь, скажи так, скажи. Кто-то, чтобы кто-то дал обратную связь, скажи так, скажи. Потому что без обратной связи вам достаточно сложно будет заметить какие-то процессы. Вот. Чтобы кто-то, опять же, откликнулся вам своими чувствами. Чтобы у вас была возможность посмотреть, как вы на чувства, вот, ну, на чувства кого-то откликает. Чтобы вам было, чтобы вам было понятно, ну, понятен вот этот аспект еще. Вот. И, ну, как бы, ну, один из самых главных моментов, на мой взгляд, заключается в том, что никакой цели, вот, цели ставить себе не нужно. Потому что, эээ, чем, эээ, ну, чем больше вы ставите какую-то цель себе, в этом смысле, эээ, чем вы, тем хуже получается. То есть, эээ, поиск себя, вот, как вы говорите, это не про цель, это про, эээ, про процесс больше. Это именно больше про процесс. Который куда-то приведет. Который, эээ, к чему-то вас выведет, но, ну, вы не знаете к чему. Который чему-то вас научит, эээ, что-то вам покажет, но, при этом, при том, что, вот, ну, при том, что, эээ, действительно, чему-то научит и что-то покажет, да. При этом, эээ, как бы, может быть, и больно, может быть, и, как-то, эээ, неприятно, эээ, может быть, эээ, как-то, эээ, ну, сомнительно. Вот. И захочется, ээээ, выйти из этого. Захочется прекратить это. Вот. Это нормально. Почему я говорю о том, что, вот, ну, что нужна, эээ, именно поддержка, потому что, ээээ, непривыкливы к такому, к такому опыту. Вот. Так что, эээ, я знаю, что, скорее-скорее, вот, вам не понравится то, что я скажу, и, если, ну, кто-то вот ещё, да, эээ, кто-то из, ээээ, людей посмотрит, послушает этот ролик, ему тоже, может быть, не понравится. Но правда в том, что, ээээ, самостоятельно сделать то, о чем вы говорите. Нужен другой человек. Нужно, ээээ, проживать это, именно, вот, ээээ, с кем-то. А, ээээ, так вот, что, просто, ээээ, вот, сейчас я к себе присущусь, и всё. Вот. Чувство, это, такая штука, ээээ, которую нужно, ээээ, проговаривать. Ээээ, если, чувство, эээ, вот, не проговаривает, да, ну, в смысле, вот, если, ээээ, человек свои чувства не проговаривает, эээээ, то, ээээ, он её не объективирует, вот. А, без, ээээ, без объектив, без объективации, ээээ, весь ваш опыт не, не закрепляется, ну, как бы, в сознании, вот. Ээээ, объективация, это хорошо, но, вот, важный момент, ээээ, заключается в том, что, ээээ, человек существует социально. И объективация, она, ну, точно имеет, как бы, эээ, направленность свою, там, вот. И, ээээ, ну, вот, без этой направленности, ээээ, если нет направленности, куда она уходит? Вот, ну, просто, вот, в...воду, просто, в...воду... А, ведь, это вы. Это, это есть, как бы, ваша жизнь, ну, ваша жизнь, вот, по большому счёту. Ну, по большому счёту. Вот. Поэтому нужно бедренно относиться, как мне кажется, к себе, к своему решению что-то делать, к тем вызовам которые вы перед собой видите. Дальше. Если вы говорите, что у вас как-то все смазывается в нужд, то есть все пробивается, что нужно. То есть хороший достаточный момент. Нужно кому? Нужно для чего? И чего в этом как-бы нужно, да? Чего в этом нужно? Ну мне хочется. Я хочу. Чего? Ну в этом нужно. То есть ну нужно, хорошо, замечательно. А я от чего хочу? Вот. Ну вот. И себе нужно на вот эти вопросы ответить. То есть нужно, нужно, хорошо. А хочу я чего? Нужно, нужно. Откликаюсь я на это как? Какие чувства у меня, например, возникают, когда там условно говоря, ну речь заходит про то, что нужно там, не знаю, помогать кому-то. Или нужно там, или нужно там, каждый день там квартиру убирать, да? Ну если вы это делаете. Какие чувства у вас возникают? Вот. Какая вы в этот момент, когда, ну пытаетесь, условно говоря, следовать этому нужно? Вот. Вот на эти вопросы нужно ответить. И в одиночку вы, скорее всего, себе не решитесь признаться. Вы не решитесь себя признаться. Потому что, например, на то, что меняться вы хотите, да? Вот. У вас есть цель. То есть вы говорите, какая моя цель. А вот это значит, что меня, ну меняться вы пытаетесь для чего-то. А если вы для чего-то пытаетесь меняться, то, скорее всего, эта идея пришла к вам как-то вот, ну извне, так скажем. А это в этом случае, в этом случае, это мало чем, чем отличается, там, ну, гипотетически это мало чем отличается от, той же концепции, которая, ну, которая у вас была. Вот. Понимаете, да? Поэтому, вот, замечать свои ограничения, замечать то, что чего-то я не могу, ну, можно назвать первым путем. Это первый путь к тому, чтобы себя как-то вот тут увидеть по-другому. Вот. То есть заметить, что я чего-то не могу. Ну, просто. Что что-то у меня не получается. Что-то мне недоступно. Вот. Что чего-то я не хочу. То есть не просто не могу. А чего-то не хочу. Вот. Вот. И этого достаточно, например, чтобы этого не делать. А вам почему-то вот то, что, ну, то, что вы чего-то не хотите, да, вам этого недостаточно. То есть вам нужно, ну, вот, что-то еще. То есть вам нужна правда, объяснение, борьба. Да. Я уверен, что, когда и если вы найдете свою цель, вот, если вы найдете свою цель, то вы будете объяснять себе, что вы делаете то или иное, потому что у вас, ну, вот, цель такая. Вот. Вы будете себе это говорить. Скорее всего. Ну, как бы одно заменится другим, вот. А счастливее как-то люди не становятся. От того, что, вот, находят причины. Потому что причины можно найти. А конфликт внутренний, он, как бы, никуда не девается в этом, ну, в этом смысле конфликт внутренний, он остается. Вот. И, соответственно, человек, по-прежнему, как бы, ну, должен, что-то делать, как, ну, вот, с конфликтом. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому я бы сказал, что чем, ну, чем больше вы ставите вот цель так, как вы ее ставите, сам, чем больше ставите цель так, как вы ее ставите, тем больше она у вас находится. Вот. Потому что вы, ну, пытаетесь контролировать этот процесс. Вы пытаетесь контролировать этот процесс. А ваша, там, условно говоря, ну, природа, да? То, что есть вы. Это, ну, это естественно больше. Это больше, это больше не про контроль. А это больше про, ну, больше про возможность отдаться чему-то. Вот. И я бы, ну, я бы так, наверное, сказал сейчас. С точки зрения вот психологии, да, с точки зрения психотерапии, я бы вот такой бы дал ответ. Да, вот. Ну, я не знаю, естественно, как бы, насколько вы это воспримете, потому что чисто формально, я вам не ответил. Вот. Чисто формально я сказал, что двигатель в неправильном направлении. Вот. Но лишь от того, что, как мне кажется, какого-то, какого-то единого способа нет. Ну, то есть, вот, именно способа какого-то единого не существует. У каждого человека свой путь. И свой путь есть у вас. А вы хотите вот как-то, чтобы мы вам сказали, как вот нужно действовать. Ну, это, видите, противоречие. Это концерт, что другой человек знает лучше. Вот. Типа, типа, ну, он же психолог, или они же психологи. Ну, а ты знает, как правильно? Нет. Психологи – те люди, которые помогают, направляют человека. Вот. Ну, не, ну, не делают за него ничего. Я вам открою небольшой секрет, да, но психологи вообще очень, очень, очень ленивые существа. Вот. И стараются не думать, не думать за других людей. Вот. И это, вы знаете, честно дает свои плоды. Вот. Ну, это как-то так. Как-то так я бы вам ответил. Надеюсь, что в целом концепция я знаю. Вот. А если, если двигаться в сторону того, чтобы быть собой, если двигаться в эту сторону, то без цели какую-то, вот, будет. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи.